Солигорский горно-химический колледж пользуется популярностью как среди местных жителей, желающих будущую профессию связать с горнодобывающим предприятием, о судьбу с родным городом, так и среди иногородних абитуриентов. Прием документов в СУЗ еще только стартовал, но специалисты комиссии уже отмечают, что желающие поступить приходят с весьма высокими баллами. Мы начали работу с 20 июля, начали принимать документы от абитуриентов, желающих получить среднее специальное образование. За два дня работы мы уже приняли 85 заявлений от абитуриентов. На данный момент популярными являются специальности разработка месторождений полезных ископаемых и электроснабжение. В этом году мы принимаем на традиционные для нас специальности. Это на дневную форму обучения на основе базового образования 4 специальности. Электроснабжение, горное машинное оборудование, разработка месторождения полезных ископаемых и обогащение полезных ископаемых. Приемную комиссию СУЗ абитуриенты предоставляют документы, удостоверяющие личность, заявления, аттестат, сертификаты проденного ЦТ, если поступают после 11 классов, а также медсправку и фотографии. Стоит заметить, что несовершеннолетние абитуриенты обязательно должны приходить вместе с родителями. В этом году на дневную и заочную форму обучения колледж планирует принять порядка 250 человек. Стоит заметить, что на одну из специальности увеличен набор. Мы набираем дополнительную группу, правда, на платную форму обучения. Это связано с тем, что уже несколько лет подряд заявки от предприятий, заказчиков кадров на специалистов именно техников-электриков у нас превышают количество выпускников. В основном подают документы в Солигорский колледж юноши, но стоит заметить, что и для девушек здесь есть специальности. Например, на основе базового образования можно отучиться по специальности обогащения полезных ископаемых или же пойти на специальность электроснабжения. Для девятиклассников прием документов на бюджет закончится 3 августа, на платное – 14 августа. Одиннадцатиклассники могут подавать документы на бюджет до 9 августа, а на платное – до 16 августа включительно.